Приветствую вас! Так, ну, смотрите, что у вас получается. Вы говорите, что у вас был молодой человек, который вас бросил на 5-е месяце беременности, и, значит, после этого ваш лучший друг стал вашим парнем. Значит, все было хорошо, были какие-то мелкие ссоры, вот, значит, ну, после робот, значит, у вас отменилось к нему отношение, и вы стали просто-напросто не переносить его, и испытывать к нему физическую антипатию. И вы не можете понять, от чего это произошло, вы не можете понять, что послужило тому причиной, вот, значит, но на самом деле, что заключается в том, что, значит, вы говорили, что ваш настоящий молодой человек, который вот с вами сейчас, он раньше был вам очень хорошим другом. И, понимаете, видимо, у вас был кризис, то есть вот, когда отец ребенка вас бросил, у вас был кризис. И в этот кризис вам нужен был кто-то рядом, и вы этого кого-то рядом для себя получили. Это был ваш друг и молодой человек. И он какое-то время вашим запросам, как я понял, в принципе, удовлетворял полностью. Но, значит, потом, спустя какое-то время, когда вот вы родили ребенка уже, вы поняли, что этот человек будет с вами. Дальше. Он собирается быть с вами. И вполне вероятно, что, речь идет о том, что вы очутились, что приобретя молодого человека, вы потеряли друга. И вполне вероятно, что кризис, для вас кризис, вот он прошел в той форме его, кризиса, я имею ввиду, каким он был до этого. Ну, в смысле, вот, когда вас бросил ваш первый молодой человек. И, соответственно, именно вот по этой причине, по причине того, что, значит, гриль-кризис у вас стал меньше, вы начали воспринимать своего настоящего молодого человека, именно как, значит, ну, как вот друга, опять. Ну, ладно, поскольку ваше сознание расширилось в бытность вашей старой, то, соответственно, вам теперь противно, потому что вы-то и привыкли, может быть, и хотели бы видеть в нем своего мужчину, да? А вот, к сожалению, не получается, и из-за этого, из-за этого ваша трудность. Сейчас надо не делать скороповедительных решений, вы говорите, что вы ссоритесь, постарайтесь взять ответственность именно за ссоры, все-таки, ну, на себя, то есть, если вы ссоритесь, то это не только его ответственность, но и ваша, то есть, мужчина-то, как я понял, совершенно не виноват, он как, ну, он как ввел себя с вами, так, в принципе, он себя с вами ведет, вот меня лишь вы, и поэтому не надо им ссорить, просто сказать ему, что, ну, чтобы он вас пока, может быть, не трогал, может быть, не пытался с вами общаться там и так далее, потому что, ну, вы и так переживаете роды. Если вы действительно, вот, испытываете чувство вины перед ним, в принципе, я понимаю вас, вот. Дайте себе немножко времени, пусть пройдет оно, и вы поймете, как в одной снимке, либо все-таки, как к другу, либо все-таки, как к молодому человеку. То есть, пока, мне кажется, два этих образа у вас борются, и вы не говорили о том, что вы любили его, вы не говорили о том, что вы влюбились в него, просто, скорее всего, он был вам нужен для поддержки, вот, и сейчас, когда она для нас поддержка прошла, вы просто, наоборот, поняли, что этот человек, сейчас, не тот, кого бы вы хотели вас видеть рядом с собой, то есть, как друг, он вас устраивал вполне, а вот, как с мужчиной, уже нет. Ну, здесь нужно будет быть максимально честным с собой, в первую очередь, чтобы не обманывать его и не обманывать себя. Что касается того, что вы чувствуете вину, и что касается того, что вам стыдно перед ним, и что касается того, что вы говорите, что вы его опозорили, типа, что он сказал всем, что он, значит, это его ребенок, а вы теперь его, на скорую, так отталкиваете. Значит, смотрите, мужчина помогал вам, мужчина делает это для вас, и его, по сути, никто не заставлял помогать вам, его, по сути, никто не заставлял платить за вас там и прочее, прочее, прочее. Если мужчина действительно делает это для вас, то никакой вины у вас быть не одно, потому что вы не обязаны. То для этого нужно понять, что вы не обязаны, например, играть роль, там, не знаю, благодарной женщины, только потому, что он вам там помогал. Он же вас не в рабство взял в своей помощи, правильно? Вот. Он вам помогал, потому что он так хотел. Куча благодарна ему, но при этом, если вы чего-то дать ему не можете, то лучше даже не пытаться, потому что, если сердце старует, это кабала, а, соответственно, кабала еще никому не сделала ничего хорошего, вот, поэтому, то, что вы чувствуете себя виноватой, в данном случае прористекает из того, как вы позиционируете свои отношения с ним. То есть вот, считаете вы, например, что вот, если он вам что-то делал, то вы обязательно должны сами что-то делать в ответ. Ну вот, туда и понятно, откуда у вас чувства временной возникли. Другое дело, что отношения по любви, отношения по эмоциям, они строятся не на этих основах, они строятся на желании просто что-либо делать для другого. И в этом контексте мужчина просто делал то, что он хотел, все. Он не знал ничего от вас получить. И вы его можете отблагодарить только тем, если будете с ним максимально честны. Вот и старайтесь быть с ним максимально честны. Поговорите с ним, не честны с ним, не надо поглядать в этих конфликтах, противоречивших и так далее. Это кратко то, чего он не заслуживает. Просто спокойно, откровенно поговорите с ним и сказайте все то, как вы чувствуете. По сути, все, что вы написали нам, главное не надо сказать ему. Да, это будет больно, да, это будет неприятно, но, по крайней мере, это будет честно. Честно. Вот, и после этого, может быть, вы возьмете перерыв небольшой. Может быть, побудете друг с другом. А там дальше будет видно. Это все. Ну, а если он будет требовать от вас чего-то взамен того, что он для вас сделал, Ну, это означает, что у человека коротный интерес, и в таком случае, даже хорошо, что вы все это испытываетесь. Рядом с вами не будет человека, который считает, что вы ему должны. На самом деле, вы ему ничего не должны. Ну, и над своими переживаниями, над своими эмоциями вам стоит подумать. То есть, вы говорите, после родов, мне стало противно его видеть. Вот. Ну, нужно подумать, что изменилось, что произошло, почему изменился он в вашем восприятии, и так далее. Это же произошло не сразу, потому что вы просто поняли, что это изменилось. А что, вы пока не понимаете. Может быть, у вас какие-то ожидания были по отношению к этому человеку. Может быть, вы считали, что он будет таким же, как тот и тот парень до того, как вас бросит, и так далее. Подумайте над этим. Подумайте, на фоне чего произошли изменения. Ведь изменения это всегда подобного типа, это всегда конфликт. Конфликт ожиданий и реального поведения. Вот чем важнее ожидания продиктованы были относительно него. Будьте честны с собой и с ним, и не ввязывайте в эти ссоры, которые просто... Которых не заслуживаете ни вы, ни он. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.